МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Старые лица, новые назначения. Мурат Алиев занял пост заместителя министра строительства Дагестана. Субботник на пляже в Каспийске. Горожане общими усилиями создают чистоту на берегу моря. Зам. мэра Махачкалы Мурат Алиев назначен на должность заместителя министра строительства Дагестана. Накануне соответствующий указ был подписан премьер-министром республики Артемом Сдуновым. Напомним, с 2017 года он работал заместителем главы города. В ноябре прошлого года, после задержания в Рео мэра Абусупьяна Гасанова, Алиев занял освободившийся пост. После назначения нового мэра Махачкалы Салмана Дадаева, он перешел на должность его первого заместителя. 5 июля в здании собрания депутатов в Дербенте состоялась встреча с делегацией из Израиля, в составе которой депутаты, представители администрации, благотворительных фондов, в том числе и выходцы из Кавказа. Приезд направлен на укрепление дружеских отношений между Дагестаном и Израилем. Общение продолжалось в формате «вопрос-ответ». Говорили также о последней, в 2015 году, поездке дербенской делегации в Хадыру, когда для гостей из Кавказа был организован праздник в честь юбилея родного города. По словам представителя Израиля, в Хадыре проживают около 15 тысяч кавказцев. В завершении встречи гости вручили памятные подарки. Пластиковые бутылки, стекло и консервные банки. На детском пляже в Каспийске сегодня прошла массовая уборка. Неравнодушные горожане решили убрать то, что за собой иногда забывают делать несознательно отдыхающие. Подробнее в сюжете Карина Баталовой. Детский пляж – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Каспийска. Четыре километра побережья до сегодняшнего дня оставались заброшенными. Сейчас здесь чисто. Собрано 15 мешков мусора. А все благодаря активной работе. Мусор, и бутылки, и пластиковые отходы, и бытовые отходы, отходы еды и так далее. Наши отдыхающие. Есть такой контингент людей, который убирает данный мусор. Но некоторые будто бы делают это специально или из каких-то побуждений своих. Но мы намерены это исправить в ближайшем будущем. И будем контролировать данную работу. Помимо мусора, на этом участке есть еще одна проблема. Из-за прорыва в ливневой трубе вода просачивалась снаружи, создавая тем самым идеальные условия для роста камыша. Искусственное болото разрасталось с каждым днем. В данный момент мы камыш скосили и будем разбираться с прорывом. Если устраним утечку, потом будем окапывать траншею для того, чтобы вся вода в одном месте собралась. Я думаю, в течение недели мы этот участок приведем в порядок. Работа кипит с 9 утра. Но ребятам-спортсменам к такому режиму не привыкать. Они прознаются. Лучший способ помочь городу – это сделать его чище. У нас по утрам тренировки. Вместо тренировки пришли убрать пляж. Думаю, каждый был рад, был бы здесь есть порядок, был бы чистота, если не было бы мусора на пляжу. И вот пришли, решили помочь. Организаторы акции не намерены на этом останавливаться. В начале учебного года в планах работа со школьниками и студентами колледжей. Карина Баталова, Салман Гитихмая. В новости ННТ, Каспийск. В Дагестане прошли межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В течение четырех дней 170 спортсменов-прикладников из восьми регионов нашей страны боролись за первенство в различных дисциплинах. Среди них подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Все элементы данного вида спорта прикладные и максимально приближенные по условиям к действиям реагирующих подразделений на реальных пожарах и чрезвычайных ситуациях. Первенство ЦСВДПО. Данное соревнование проходит в восьми субъектах Российской Федерации для отбора на чемпионат России, который будет проходить в городе Санкт-Петербурге с 29 июля по 3 августа. Куда будут представлять свои субъекты, федеральные округа, 15 лучших команд. Завершилось мероприятие торжественной церемонии награждения команд. По результатам соревнований на первом месте Ставропольский край, на втором Чеченская республика и на третьем месте команда Республики Дагестан. Дагестан в числе лидеров регионов с самым низким процентом разводов, констатирует Росстат. С января по апрель 2019 года более 180 тысяч семей решили разойтись. Но в нашей республике не все так плохо. Вместе с другими регионами Кавказа Дагестан замыкает рейтинг. Наименьшее количество разводов отмечено в Чечне. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова